Школа номер 13 в городе Бресте носит имя своего ученика и выпускника Валерия Хована, который погиб в Афганистане. 14 сентября 1987 года старший лейтенант Хован командовал отрядом, который сопровождал воинскую колонну. Во время марша на участке дороги Кабул рядовой обнаружил группу мин. Валерий Хован поспешил ему на помощь и подорвался. От полученных ран умер в госпитале. И таких похожих историй не сосчитать. И чтобы этот дань памяти воинам-интернационалистам, 15 лет назад в школе номер 13 появился музей, посвященный солдатам, которые воевали в Афганистане. В настоящее время общепризнано, что педагогически значимыми являются только те музеи, которые созданы на основе самостоятельной исследовательской и поисковой работы учащихся. Вот наш музей тому подтверждение. Именно учащимися от 9 класса во главе со своим классным руководителем Харкович Надеждой Владиславовной была проведена исследовательская работа о нашем выпускнике, воине-афганце, кавалерии двух орденов, боевых орденов, красной звезды и красного знамени Валерии Ивановича Хована. На основе этой работы в кабинете математики был сделан уголок о подвиге нашего героя. В школе номер 13 вспоминают воинов-интернационалистов, отдают дань памяти тем, кто не вернулся домой. Рубцы в памяти людей, выживших в войне, и родственников погибших солдат останутся с ними до конца жизни. И сейчас, особенно сегодня, очень важно знать и помнить историю. Военная форма, боеприпасы, уникальные экспонаты – именно эта экспозиция и стала основной при начальном фундаменте музея. Сегодня разработано несколько экскурсий, причем ведут их сами дети. Одной из таких стала учащаяся 11-го А-класса Елизавета Шульган. Я пришла в школьный музей изначально для того, чтобы выполнить поисковую работу. Мне так здесь понравилось, я прониклась этой темой и решила, что мое место здесь. Я работаю в этом школьном музее уже на протяжении 8 лет и достаточно большую часть своей жизни посвящаю этому делу. Песня на поэтические композиции, рассказы, постановки и, самое главное, воспоминания сквозь слезы всех тех, кто побывал на войне. Вот так прошла встреча учащихся в школах с теми, кто рассказывал о тех страшных днях в Афганистане, о которых знают не все школьники, да и для некоторых взрослых. Это незнакомо. Я всегда выступаю в школах, всегда говорю, что не все взрослые знают, что такое афганская война. Ну, а что говорить о детях? Они вообще представления не имеют. У меня сейчас старший внук учится в институте. Только сейчас он начинает понимать и дедушку поздравляет, когда у нас праздник. Вот. И ролики мне выставляют на телефоне. Ну, я без слез смотреть не могу. О той войне рассказывают меньше, чем о Великой Отечественной, но забывать о ней нельзя. Поэтому благодаря музею школьники интересуются историей и знают тех, кто отдавал свой воинский долг и жертвовал жизнью в Афганистане.